Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими занимательными фактами, которыми пестрит всемирная паутина. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен дождь. Днем воздух погреется до 5 градусов, ветер западного направления скоростью до 5 метров в секунду. И еще немного о погоде. Как видим, в республике установилась аномально теплая погода. Синоптики называют такую ситуацию нетипичной для середины зимы, ведь температура выше климатической нормы в среднем на 4 градуса. Тем не менее, такая погода, которую мы наблюдаем сейчас, скорее всего сохранится до конца зимы. Однако долгосрочный прогноз гласит, что морозы до минус 15 градусов могут прийти в Беларусь во второй декаде февраля. Но это не точно, ведь долгосрочные прогнозы погоды могут ошибаться. Так что наслаждаемся теплом. Завтра в областном центре откроется выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович, автор выставочного проекта «Аберрации света», один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. Открытие выставки состоится 15 января в картинной галерее Ващенко. Начало в 16.00. 28 января в Гомеле выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь – ансамбль народной музыки национальной и государственной телерадиокомпании Беларуси «Беседа». Он представит новую программу, в которую вошли самобытные инструментальные и хоровые номера, дополненные многоцветием народных костюмов. Концерт пройдет 28 января в Городском центре культуры, начало в 18.30. Музей экспериментальных наук продолжает работу в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Гости смогут найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост «Довинчи», маятник «Ньютона», трансформатор «Теслы» и еще много чего интересного. Этот проект также помогает узнать, как работают законы физики, познакомить с принципами действий технических устройств и не только. Незабываемые впечатления гарантированы, так что приходите и экспериментируйте. В стенах Центральной городской библиотеки имени Герцина открыта экспозиция «Город, восставший из руин». Это выставка фотографий послевоенного Гомеля. Посетители библиотеки могут познакомиться с видами Гомеля, сделанные в 50-е годы. На выставке представлена часть работ из фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александры Веснина. Часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. На выставке интересно увидеть не только изменения послевоенного города, но и сравнить с его нынешним обликом. Сделать это можно до 5 февраля. Вход свободный. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» приедет с единственным концертом в «Гомель» поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. В Беларуси объявлен конкурс литературного творчества студентов вузов «Автограф-2020». Он проводится с января по ноябрь в два этапа. До 30 сентября работы необходимо отправлять на адрес Национального центра художественного творчества «Детей и молодежи». Затем жюри определит победителей и призеров в каждой из номинаций. Награждение состоится в ноябре во время Республиканского молодежного форума. Положение о проведении конкурса размещено на сайтах Министерства образования и Национального центра художественного творчества «Детей и молодежи». Принимайте участие и побеждайте! 18 и 19 января в Беларуси будет проходить акция «Птушки для кормушки». Ее цель – напомнить о необходимости подкармливать птиц в холодный период. Для участия в акции понадобится посчитать количество и виды птиц на своей кормушке за час. Затем данные нужно прислать в организацию «Ахова птушек Батькушины». Сделать это можно, заполнив специальную форму на сайте или прислать сообщения в социальных сетях. Также можно разместить фотографии кормушки на своих личных страницах. Авторов самых интересных снимков ждут сувениры. Среди участников разыгрывают 10 значков с птицами, которые чаще всего навещают кормушки. В продолжение птичьей темы. Жители Беларуси выбирают одного из трех претендентов названия «Птицы 2021 года». Онлайн-голосование проводит общественная организация «Ахова птушек Батькушины». «Птицу года» выберут 8 февраля из трех кандидатов. Это обыкновенная горлица и тростниковая овсянка. А третьего определят по результатам голосования, которое продлится до 1 февраля. Третьим кандидатом смогут стать серая мухоловка, обыкновенные козадой и береговая ласточка. Желающие смогут предложить и свой вариант, однако те виды, которые уже получали звание «Птицы года», не смогут стать номинантами. Напомним, что птицей 2020 года в Беларуси объявлен «Глухарь». Миру представлены новые VR-перчатки, с помощью которых можно прикоснуться к предметам виртуальной реальности и получить тактильный отклик. Добиться такого результата позволяют встроенные в устройство датчики и электроды. С помощью микроимпульсов они передают ощущения и позволяют почувствовать тепло, размер и форму виртуальных объектов. Разработчики утверждают, что перчатки можно использовать не только для игровых целей, но и для обучения, а также в спорте и других сферах деятельности. В Лас-Вегасе была показана модель летающего автомобиля. Он сможет перемещаться не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении, а также зависать в воздухе. Этот автомобиль рассчитан на 4 пассажира и пилота. В будущем такое транспортное средство могут сделать автономным. Летающий автомобиль будет полностью электрическим, что позволит сократить выбросы углекислого газа. Также приятной характеристикой автомобиля станет низкий уровень шума. Планируется, что первая публичная демонстрация летательного аппарата состоится уже в конце этого года. В Канаде очередной счастливчик сорвал огромный куш в лотерее. Этот выигрыш в истории страны оказался рекордным. Сумма джекпота составила почти 54 миллиона долларов. Выяснилось, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио. В лотерее разыгрывались и три утешительных приза тоже немалых размеров. Причем счастливчиками оказались именно жители Онтарио или те, кто случайно купил лотерейный билет в этой провинции. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4», «Гомель» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Александр Лупиненко. Желаю вам отличного настроения, которое сегодня ничто не сможет испортить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова